Уважаемые товарищи, мы вас приветствуем в этом уютном зале и желаем всем сегодня нам вместе провести достойно эти парламентские слушания, не просто для какой-то акции пиаровской, а для того, чтобы мы все вместе, обсудив сложнейшую ситуацию, могли выработать те рекомендации, те постановления, те решения, которые бы помогли нам реально сдвинуть накопившись проблемы. Устойчивая сельская территория, на наш взгляд, это постоянно развивающаяся в экономическом и стальном аспекте обособленная территория для комфортного проживания и исполнения конституционных прав и обязанностей человека, как то право на труд, отдых, достойную заработную плату, бесплатное здравоохранение, образование и, безусловно, исполнение обязанностей, связанных с сохранением культурно-исторического наследия и окружающей среды. Вот в этих словах глубокий смысл и конституционных заповедей, и нашего посыла о том, что устойчивость сельской территории, она зиждется на двух столпах, безусловно, производственной и социальной. Что же мы имеем сегодня в экономическом плане? Последние годы наши аграрии сумели нас порадовать самыми серьезными успехами. Не видеть это может только слепой человек или не любящий Россию, крестьянство, люди. Но таких в нашей стране не так много, и я думаю, с этими людьми мы все вместе справимся. Но действительно, получить и в прошлом году, и в этом хорошее урожай зерна на уровне 132-133 миллионов тонн в этом году. Я хочу сказать, что зерно это не просто что-то такое абстрактное, а это хлеб. И не случайно на Руси говорили всегда, что хлеб всему голова, из него 250 видов продовольствия создается. Без него ни литра молока, ни килограмм мяса не может произвестись. И без него песни не будет. Поэтому я думаю, будет правильно, что в этом зале мы все поаплодируем нашему крестьянству, что они в этом году, в крайне сложном по климатическим условиям, в этих непростых экономических условиях, сумели выйти на такой урожай не только по зерновым, но и по абсолютному большинству культуры, техническим в том числе. Давайте поаплодируем. Хорошие успехи у наших животноводов в плане производства быстрого мяса. По мясу свинины мы вышли на уровень 90-го года, что очень важно. Почти в три раза увеличили к 90-му году производство мяса птицы. Друзья, но у нас есть, конечно, и проблемы, мы должны это видеть. У нас также почти в три раза есть отставание по производству мяса говядины. У нас несложнейшая ситуация сегодня по производству молока. Товарного молока на уровень 17 миллионов тонн. Это кричащие цифры. И главное, что если мы на тех направлениях видим поступательное движение, здесь только пока обозначены подходы с точки зрения точек роста, повышения продуктивности, но наращивание поголовья отсутствует, наоборот, идет по существу снижение, в этом ключе решить эту большую задачу мы не в состоянии, решая таким образом эту задачу, как решаем сейчас. Да, у нас есть проблемы по обеспечению, безусловно, плодами. Около миллиона тонн у нас товарных плодов и ягод. Нам минимум по нашей же программе, по нашей продовольской корзине, надо 14 миллионов. Вы можете понять, где мы находимся в этом плане. Исходя из этого, есть четкая и мощная программа, проведенные всероссийские совещания министерством вместе с комитетом нашими производственниками. Сегодня есть подходы в создании новых садов в садопригодных территориях, расширять, осеверением заниматься, создавать интенсивные сады с урожайами 400-500 центров. Пока делаем 15-16 тысяч, надо выходить на 25 тысяч в год. Но для этого двумя миллиардами поддержки не обойдемся. Минимум надо 5 миллиардов с тем, чтобы решать эту задачу. И надо решать. Мы подвинули хорошо импортозамещение по сахару, по маслу, по многим другим делам. Но баланс у нас за 6 лет остался минус 160 миллиардов долларов в пользу того крестьянина, западного. Нам есть необходимость эти деньги осваивать здесь и все делать для того, чтобы эта работа была нормально и реализовывалась. Уважаемые товарищи, я хочу сказать, в этом направлении есть подвижки, есть над чем нам и дальше работать. Крестьянство сегодня испытывает сложнейшую ситуацию в обеспечении техническими средствами, минеральными удобрениями, органическими, известкованием. Если посмотрим мы материально-техническую составляющую и глянем, где мы находимся по миллиарации. Кстати, программу почему-то решили под программу перевести, снизить статус. А мы имеем 7%, а Китай уже за 50 перешагнул. Если взять техническое первооружение, посмотрите, 60% тракторов у нас старше 10 лет, 50% комбайнов старше 10 лет. Так как вот в таких условиях получать эти уникальные урожаи, но даже получая эти уникальные урожаи, сегодня будут товарищи выступать. Мы не можем справиться, свести концы с концами с экономикой. Посмотрите цены. Задавили с диспаритетом цены. Хлеб не бы дешевел ни на рубль. А сегодня крестьянам в 1,8 раза снизили цену. Закон о торговле никак не осилим, не примем. Доходная часть, она еще с вами у нас хуже. Крестьянскую часть, мы сейчас посмотрите, вот слайды покажем. За последние годы на 143% вся потребительская часть возросла в цене. А труд крестьянина снизился по оценке на 8%. Нищета сегодня в целом в России определяется листом крестьянина. Она в 2 раза больше, чем в городе. Если посмотреть все остальное с доходностью, мы выходим на снова новый слайд. Мы 100 миллиардов недоплачиваем крестьянам из-за того, чтобы удержать концы с концами. Мы посчитали, сколько в животноводстве, сколько в растеневодстве. Неголословные цифры вместе с академиками, экономистами это смотрели. Исходя из этого, уважаемые товарищи, мы переходим дальше к той ситуации, в которой человек наш сельский живет. Давайте мы посмотрим, как мы работаем на направлениях здравоохранения. Из этого слайда вы видите, сколько мы потеряли больниц, сколько потеряли скорой помощи в единицах, сколько потеряли ФАПов. Даже в последнее время, вроде бы, все говорим об этом, нужно закончить радиус слишком большой, 85 километров до больницы, человеку добираться. Но все равно смотрим, с 2012 года 5-4 тысячи ФАПов минус, 3,7 тысячи. А мы вводим, если 115-120, это уже при выполнении плана в разы. Ну кому такие планы нужны? И за любые другие вопросы, когда сельские беремся, то мы видим почти 100 тысяч нехватка врачей, в каком состоянии сельские больницы и так далее, и так далее. Мы мало даем на медицину, 3,60 миллиардов федерального бюджета. Но у нас 37 миллионов живет на селе. Отдайте нам наше, 100 миллиардов. Почему мы даем на эти ФАПы по программе устойчивого развития этот миллиард несчастный? Почему строчек нет тех, которые бы работали на крестьян в 21 программе государственной, где затронуто село? Мы вот сейчас в одном месте разобрались вместе с председателем и всей нашей думой. И нашей сегодня учащейся в сельских вузах. Вот сидит Никитин здесь, наш глава Тамбовской области. Александр Валерьевич был ректором. 28 тысяч на человека получал. Когда мы сейчас сказали, что будете 132 тысяч получать, он до сих пор не верит. Но ведь всех это устраивал, может, всех это и дальше устраивать будет, что у нас в населении не будет ни спортивных залов, ни школ, ни больниц и так далее. Но мы этого не хотим дальше терпеть. Уважаемые товарищи, если посмотреть на образование, аналогичная ситуация, две цифры назову, слайд посмотрите, время у нас не безграничено. Но посмотрите, охват дошкольным учреждениями. Мы за все эти годы приблизились к тому, что будет потом еще слайд 47% охват у нас в среднем детей дошкольного возраста в сельской местности. Но куда это годится? А многие территории меньше 30% и так далее. Если посмотреть снова в этом плане другие качественные показатели, они тоже сильно зашкаливают, в том числе и о благоустройстве наших школ, о возможностях городской школы и сельской школы. Сколько же будем мы ходить в туалет, детишки будут ходить в туалет на улице или не иметь соответствующего водоснабжения и так далее. Жилищно-коммунальное хозяйство. Тоже назову несколько цифр. 1,3 миллиона квадратных метров аварийного жилья. 6 тысяч в год делаем. Что 200 лет будем решать проблему реновации ветхого жилья на селе? Я уже не говорю о тех вопросах. Отсутствие почты в огромном количестве деревень, связи. Речь-то ведь идет о 30%, о 42% территории. Нет автобусного снабжения, нет дорог с твердым покрытием, выхода деревни к дороге с твердым покрытием. Сколько будем это терпеть? 58% газифицированных всего деревень. Но я убежден, что то же самое. Государственные программы надо разворачивать в пользу сельского жителя нашей территории. Президент об этом сказал еще в 2014 году, в мае месяце. Развернуть лицом к селу все государственные программы, которые затрагивают село. Развернули. Взяли, значит, программу устойчивого развития сельских территорий под программу. Программу мелиорации, которая дает возможность новых рабочих мест, новых урожаев передела под программу. Чего ждать? Что и последнее все задвинется эти копеечные дела. Но кто это делает? Давайте найдем, кто это делает. И немедленно выдвинем ситуацию на новые рельсы. Мы посмотрим все эти индикаторы. Смотрите на программу устойчивого развития. Вот она, 15-е, смотрите, 17-е, 18-е. Вот 17-й год, 15 с небольшим миллиардов рублей федеральная часть. Всего добиваемся 34 миллиардов вместе с территориями и вне бюджетной части. Ну что такое 34 миллиарда? На всю Россию. Построили 1,9 тысяч школ на всю Россию, но на 200% перевыполнили план. На 2000 ввели мест спортивных сооружений, но в 400 раз перевыполнили план. И могу дальше продолжать. На 2000 мест культурных учреждений, клубов, но в 400 раз перевыполнили план. Но кому нужна такая программа? Кому нужно такое планирование? Но все заодно, все до 22 индикатора, да, 21 из них перевыполнены с большим эффектом. Ну что, заболел Кашин, что ли? Не так анализируют эту программу? Но мы все тогда заболели. Мы знаем, что такое 2000 мест. Это 3-4 школы. Или 2 приличных школы. Ну может 6 сельских, но Россия-то огромная. Государственная программа. Она тоже напрямую выходит, безусловно, на решение проблем устойчивых наших территорий. Давайте ее тоже посмотрим. Ну есть подвижка, спасибо, говорим, и так далее, и так далее. 242 миллиарда. Но вот даже небольшие подвижки, они как двинули наши результаты? Еще раз и еще раз говорим эти слова благодарности. Но, друзья, по программе мы сегодня уже не дополучили государственные 500 миллиардов. И сегодня. Мы в этом, в следующем году должны 327 по паспорту первому получать. С инфляцией еще больше. А нас загоняют на следующий год 242. А ну добьемся еще 20-30 миллиардов вместе вот с помощью Вячеслава Викторовича. Но почему мы ловимся в открытые двери? Кто дал право, не снимая наши показатели производственные, снимать с нас деньги? При этом диспаритете. Повторяю, 100 миллиардов крестьяне вложили своих денег и своей зарплаты в развитие устойчивой сельской территории. Пусть вкладываются другие. Посмотрите на слайде. Мы даем крестьянам со всех закромов, если посчитать, 35 долларов на ектар. Посмотрите Китай. 1400. Швейцария. 14,5 тысяч. Европа. ЕС. От 600 до 800. Ну что ж мы тогда не хотим работать в ВТО в рыночной среде? Почему государство бросило крестьянство на произвол судьбы? Не годится. Мы сегодня расписали те законопроекты, которые нам необходимо принять. Мы сегодня требуем восстановить государственную, государственную наших программ и устойчивого развития, и мелиорации. Мы сегодня требуем, чтобы вся исполнительная власть отвечала за развитие села. Мы требуем, чтобы во всех государственных программах можно одну минуту. Добавьте, пожалуйста, время. Чтобы во всех государственных программах из 42-21 были строчки, на село направляется столько денег. Мы хотим в революционном плане иметь не департамент, а самостоятельное при Министерстве сельского хозяйства федеральное агентство, которое могло сконцентрировать все свои усилия на создании действительно комфортных условий, не хуже, чем в городе, для наших уважаемых тружеников села. Я надеюсь, что мы вместе с вами с этими задачами справимся. Спасибо. Всем желаю удачи. Редактор субтитров А.Семкин